здравствуйте друзья мы со светланой воскресный день движемся по живописному хайвею номер один который идет вдоль океана вот тут слева океан рядышком вы не видите потому что если мы развернем камеру то получится что солнце слепит война это дорог такая рифленый край чтобы народ просыпался темно да вот а еще раз чтоб все слышали да точно не заснуть так вот значит мы едем по этой дороге и на обратном пути мы когда будем ехать мы покажем красоту я думаю вот а на пути сюда вот вам остается поверить нам на слово тема значит мы беседовали беседовали и добеседовались до того чем хотели с вами поделиться это как бы сказать краеугольниками дня я бы сказал что вот мы много много разных вопросов обсуждаем об успехе об удаче неудачи о карьере о разных таких вещах о претензиях к родителям сестрам и братьям там детям и так далее и вдруг вот мы встали в одну точку и в этой точке получается что как бы есть такое но как бы решение поэтому мы хотели на эту тему поговорить значит тема может быть и свет продолжишь хорошо тогда давай я пока продолжу значит дело вот чем делай вот просто у меня в голове пока я говорю проходит много тем на которые мы отвечали не так давно значит получается такая история человек рождается он маленький он маленький значит есть родители они большие а он маленький родители дают он берет это как бы естественно там понятно потом он вырастает наступает момент или скажем полоса какая-то в жизни когда он взрослеет кто-то взрослеет в 17 лет а кто-то не взрослеет и в 40 почему почему кто-то взрослеет в 17 потому что у него появляются обязанности и уровень ответственности соответствующие взрослому человеку когда он дает да а другие люди у него берут те которые должны были бы у него брать правда а человек 40 лет не становится взрослым потому что он 40 лет продолжает брать и и вместо того чтобы давать у него вот этот вот как бы переход переключить вот это вот не получилось это мы говорим про взросление человека в семье там в обществе тогда дальше то же самое происходит например при удачном или неудачном бизнесе при удачном или неудачном карьерном росте братье да то есть он понимаешь как вот он хочет получать когда на самом деле уже время давать а он а он почему-то хочет получать то есть получается такая вещь человек Человек остается маленьким, в то время как уже пора быть большим, или, или, не то чтобы пора, но если ты хочешь что-то, чтобы было, ты должен стать большим и взять, вместо того, чтобы ждать, что тебе принесут. Я одну вещь хочу вставить. Я знаю, что когда ребенок маленький, то то, сколько ему дать, в каком объеме и что именно, решают его родители. И это правильно. Они несут за него ответственность и они решают, вот эта игрушка ему нужна, а вот эта игрушка ему не нужна. И в чем он будет ходить, в какой одежде, там, ну и прочие всякие радости жизни определяют родители. А к чему ты ездишь? Я тебе сейчас скажу. В том смысле, когда человек вырастает, оставаясь ребенком, он говорит дай, он хочет получить то, что он хочет, но поскольку есть некоторые системы, которые ему дают, не то, что он хочет, а то, что система решает, как родители, что ему дать. Вот в чем смысл. То есть, фактически, я извиняюсь, всем нам знакомая ситуация, когда ты даешь ребенку то, что ты считаешь нужным, а он начинает вопить, орать, биться в истерике и так далее, получается, что уступать ему нельзя, потому что как только ты ему уступил, ты нарушил систему, которую он должен получать, а не решать, что ему дают. Не так. Нет. Родитель в семье с детьми устанавливает границы поведения ребенка. Так. И эти границы, они должны продавливаться ребенком. Дети же маленькие, они не несут ответственности, как раз то, что мы сейчас говорили, да? Да. Они должны жить в каких-то границах. Причем, чем ребенок становится старше, тем вот эти границы, его свободы должны увеличиваться, по мере того, как он приобретает некоторую расстройку. Тогда у него больше ответственности будет. У него появляется больше ответственности. Поэтому не то, что родители должны ему вот это дать, вот это нет. Они должны в соответствии с его границами, в соответствии с его местом в семье, да, определить, как этот ребенок должен жить. Например, в некоторых семьях не принято, чтобы дети смотрели телевизор, да? Но считается, что нефига ребенку тратить время на то, чтобы смотреть мультики. Да. Или играть в компьютерные игры. Или тройку получил, неделю без мороженого. Да. И опять, это право родителей для своего ребенка это все определяет. Мы не говорим всю минуту, хорошо это или плохо, мы просто говорим, что это да, право родителей. Они обеспечивают, они несут ответственность и они определяют, что ребенку давать и чего не давать. Хорошо. То есть фактически экстраполируя это на взрослых людей, получается так, что он уже взрослый. И вот я вспоминаю молодой человек, который жил с родителями, а там еще и сестра с детьми подошла. Да, да, да. И он, кстати, написал очень хорошее письмо и сказал, спасибо, ребята, я понял, вот, так сказать, ваш месседж. Он с благодарностью написал. И вот его ситуация была такая, он как бы взрослый, да, но действительно получается, если он съедет куда-то, так он всю зарплату нам отдаст за жилье. Но он хотел что-то получать, родители ему дают, но говорят, ну живи с нами. То есть родители ему дают то, что могут дать. То, что могут, то, что хотят, то, что считают нужным. Больше того, родители, когда дочери разрешили там жить, да, это была дочь, она, собственно, прописана, и вот именно выгнать нельзя. Но родители пытались с ней разговаривать, понимаешь? Они пытаются с ней поговорить, и они пытаются ей сказать, мы готовы дать тебе вот столько, но мы не понимаем, почему должно быть вот это. И она начинает истерить, она начинает там плохо себя вести, как ребенок, она же тоже маленькая. Да, конечно, такая же маленькая. Потому что она берет, а родители дают, и она начинает требовать то, чего родители, может быть, не готовы. Возникает интересный момент переноса семейных отношений на глобальную систему, когда взрослый человек работает в обществе. И когда он находится на работе в трудовом коллективе, и он говорит, я работаю, да, я прихожу на работу вовремя, скажем, чем он там занимается, мы не обсуждаем, да. Я прихожу на работу вовремя и ухожу вовремя, а мне не додают первое, второе, третье, четвертое. Ну, позвольте, если ты приходишь на работу, тебе платят зарплату, да, и то ты являешься ребенком этой системы, и тогда бизнес решает, сколько тебе дать. Если ты не партнер системы, а ты, фактически, если ты, что называется, работник, эмплой, то, что у нас говорят, да, будучи эмплой, ты поступаешь вот в эту семью, фактически, да? Да, да, и говоришь, мне мало бенефитов, у меня мало отпуска, у меня мало сыгрей. Ты говоришь, аааа, ты начнешь плакать. Да, да, и начинаешь всем жаловаться, что тебе не додают чего-то. И у Михаила было очень хорошее видео давно-давно-давно, когда он предлагал каждому устраивать даже на фултайм работу представлять из себя корпорацию имени себя. Ну, да, я говорю, тебя зовут Вася Пупкин, и ты говоришь, я не Вася, эмплой, а я Вася, корпорация. Да. Поэтому ты тогда сразу начинаешь... Не, а разница, в общем-то, состоит в том, что у тебя в голове меняется отношение к этой твоей работе. Если ты корпорация, если ты понимаешь, что у тебя эта работа, один шажок на твоем пути, и ты должен будешь идти дальше, ты совершенно по-другому будешь относиться к этому эмплойменту. Ты будешь думать, что у меня от него... Что я с этого буду иметь. Да, какие знания я здесь должен приобрести, которые мне помогут в дальнейшем моей жизни. Совершенно другое. И как я должен хорошо работать, чтобы мне заработать, там, на хорошие эти самые отзывы, там, на хорошие проекты, там, я когда объяснял смысл концепции корпорации, там, Вася Пупкин, значит, когда... Ты можешь быть 20 лет постоянным сотрудником компании Oracle, например, но если ты себя видишь как корпорацию, то ты спрашиваешь себя, где мои assets, да, где мои... Смотрите, как по-русски сказать. Вот. Мое состояние. Мое, да, что там, активы, где мои активы. И в данном случае твои активы в двух областях. Первое, это твои навыки, которые ты можешь продавать, marketable skills. И второе, это твой нетворк профессиональный, который помогает тебе продать. Да. Вот это вот, то есть ты нарабатываешь, поэтому ты пошел в Oracle. Ты не просто там зарплату и бенетиты получаешь. И сидишь там 20 лет, и потом, когда тебя увольняют, ты не знаешь, куда с этим деться. Ты знаешь, ты идешь к психотерапевту и начинаешь таблететь. Да, глотать таблетки. Конечно. То есть вот это проблема. То есть, опять, представление себя... Потому что ты маленький, ты идешь к врачу. Да. Взросление себя и рассмотрение себя как корпорации и взятие на себя ответственности за свое трудоустройство, за свою дальнейшую жизнь, оно может быть... За то, что случится с тобой, когда тебя уволят. Да, может быть, не нужно ждать, пока тебя уволят. Может быть, нужно, пока ты приобретаешь... Вообще, в компании, когда сидишь долго, это во всех больших компаниях происходит одно и то же. Ты углубляешься в продукт, и твои навыки, которые ты получаешь на работе, они специализированы, они мало переносятся на работу в других компаниях. Поэтому, может быть, имеет смысл долго не сидеть в одном месте с точки зрения корпорации, не с точки зрения ребенка, которому и так дают, дают, дают... Активы. Ты думаешь об активах? Ты думаешь об активах? Может быть, время уйти на это другое место. А если ты как маленький, то ты сидишь с мамой и с папой, пока они тебя содержат. Да, да. А потом уходишь. Не сильно идешь в психотерапевт, ты глотаешь таблетки. Да, ты приходишь в психотерапевт, ты говоришь, меня отняли. Он говорит, уйти маленький, вот тебе антидепрессантик. Да, чтоб ты только не плакал. Да. Значит, понимаешь, что получается? Давай мы попробуем вот эту модель на страну перенести отношения человека и страны, в которой он живет. У нас ведь очень много писем. Особенно с Украины. Я скажу больше, чем из России. Из России тоже много. Но особенно с Украины, где нам народ говорит, что я не хочу вот жить тут. Вот эта страна мне не дает. Она мне вот не обеспечивает. Понимаешь? Она мне не дает, не обеспечивает. Я хочу отсюда уехать. Ну, та же самая история происходит со страной. Потому что он маленький. Он маленький, страна ему должна. А страна дает ровно столько, сколько понимает, что она должна давать. Другое дело... Они говорят, украли. Это чиновники украли. С другой стороны, есть категория людей, которые абсолютно довольны. Да. И они говорят, это наша страна. Вот они в голове здесь происходит клик, а они говорят, это наша страна. Они стали взрослыми, они взяли на себя. Они говорят, это наша страна и мы разделяем ее участь. И вот недавно тебе там кто-то написал, что мы будем есть там хлеб с солью, но лишь бовать с каната, они стояли на наших границах. Нет, это то же самое. Это человек берет на себя ответственность. Он говорит, пускай я буду голодать, то для меня важно, что бывай с канадой не стояли на наши границы и мы не будем обсуждать хорошо это или плохо это его гражданская позиция взял на себя ответственность и это взрослая по он рассуждает как взрослый человек он может быть при этом недалеким но он взрослый и самое главное ну говоря это ему искренне хорошо в этой стране да вот это сам не по факту того что он съел больше да по факту того что он за россию ответчика он отвечает за свою страну и получается такая история самых вашего сами через это проходили да это мы сейчас стали такие уже много лет спустя мы сами через это проходили мы чувствовали себя чужими этой стране и мы оттуда уехали а я был ответчик а я не чувствую а ты не чувствовал я чего а здесь я себя чувствую родной совершенно другой другая атмосфера то есть фактически получается мысль такая нехитрая что от того берем ли мы на себя ответственность за за свою деятельность за семью за финансы за за работу за карьеру весь мир к нам откликнется сообразно нашей ответственности вот так получается но это вопрос откликание мира это другой момент но безусловно если мир не откликнется то бенефитов ты никаких не получишь ни материальных ни духовных не самоудовлетворенности там и так далее но все-таки значит понимаешь что получается что когда у человека есть проблема неважно какая мы сейчас даже не говорим о какая у него там собственно проблему ну какая первый вопрос который мог бы себе задать мог бы мог бы не задать потрясающий океан какой скажи я не могу потому что солнце будет так вот на обратном пути нет нет вот так сюда с этим не получится солнцем как в какую бы трудную ситуацию он не попал начиная с денег денег нет я бы я бы уехал вот вот там парень грин карту выиграл в кременчуге и он будет проспонсируйте меня говорит он у меня нет денег на это позиция конечно понимаешь получается человек который говорит я выиграл грин карты хочу уехать да найдет ресурсы где найдем денег вот его нет денег еще это но он говорит вот но либо принимают очень красиво вообще да 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 давай может быть выйдем здесь покажем нет мы едем тоже очень красиво так вот значит и увольте банк я маленький у меня нет денег я я не знаю я сам же не могу заработать но может быть кто-то может вот давай попросим у родителей но тут у родителей нет может быть дядь миша там он такой универсальный родитель с тетей светой да может может у них там денег у них же много правда поэтому значит ну не у меня же я же я то что я же маленький и то есть начинается всегда в тот момент когда чекать я маленький я хочу сказать что он думает он думает у него под на подсознание это есть ситуация что он ребенок ощущение ну по по подходу к решению вопроса по отношению я я не ни в коем случае не осуждаю я могу сказать что у нас были случаи в жизни до моменты в жизни когда вы чувствуешь себя вот таким маленьким очень хоть и пример приведут не хочу нет нет я не об этом вот из моего опыта мы только приехали сюда я расскажу ребятам это интересно вот значит мы только приехали и по-английски не говорим но света еще хоть как-то я вообще никак значит профессии толком нет а так еще и рецессия то есть пошел бы баночка день переставлять там без языки понимаете так и этой работы нет ну то есть ну совсем задница полная и вот значит а тут это самое джуйка не джуйка джуй швакейшнл такая организация которая не просто должна нам помогать а нам за деньги деньги за нас платят слушай со всех сторон этих фрукты продают прям вдоль дороги не знаю чем что делать и вот процент они за нас деньги получают и мы туда приходим а не главное что они помочь то не могут у них реально нет возможности никаких экономика такая и нас много было бы там 20 человек они бы раскидали там по своим а также ну куда нас девать и вот они говорят мы говорим нам бы работу какую они говорят нет они говорят мужики так не пойдет мы не дадим вам рыбу мы вам удочку дадим и научим как эту рыбу ловить вот в мертвом мертвом море нынешнего так сказать рынка труда в котором ничего не ловится вот по вас научим и будете там ловить туда эти пошли бы вы это самое могли бы и бритовкой и вот и вот чувствуешь себя вот таким я говорю я я понимаю концепцию удочки очень хорошо но просто есть люди которым и удочка не поможет вот он только приехал и он бы с радостью удочку но он бы на удочку оси трабы взял а так карасик это дайте чтобы дожить до ситрового периода в жизни понимать и я я очень помню вот у меня вот это состояние моё когда чувствуешь себя абсолютно беспомощным таких несчастным маленьким а я еще знаю что помню думаю надо же вот эти вот майноритис там у них всякие программы были по защите маленьких и значит я думаю смотри вот эти геи и лесбиянки и майнорити значит там китайцы майнорити значит а мы без языки понимаешь мы же инвалиды инвалиды можно сказать мы тогда мы больше их всех майнорити понимаешь вот а а мы не майнорити хотя бы жидовской морды не называют уже слава богу но во всяком случае за майнорити мы точно не сойдем вот и значит может очень не спрячешь друзья морду не спрячь его значит безусловно мы все проходим через эту стадию но все или все или не все и временами в большей степени в меньшей степени я не хочу сказать что этого не должно быть что это невозможно что это унизительно что это ужасно но это ключ то есть когда ты попал в какую-то ситуацию ты спрашиваешь себя но я-то я-то макс сделал максимум того что мог я-то вообще видел что происходит что я мог что я могу взять на себя вот вот замечательно ты мне подсказал что я мог бы взять на себя и не взял именно поэтому вот когда мы на разные темы говорю мы говорим о том что вот надо сосредоточиться на том что я могу сделать а не на том что кто-то плохой что там какие-то мировые проблемы обама чмо значит там это мировой империализм семианизм там я не знаю исламский терроризм или для все ты-то что можешь сделать если ты взрослый человек и ты отвечаешь за то чтобы накормить и обеспечить и и как бы это ты не можешь этим за вас ты побежишь и будешь что-то делать поэтому как только мы видим людей которые на эту тему сильно и только на эту тему и вот в основном на эту тему то мы понимаем что происходит это дети им обязаны им не додали и они недовольны они недовольны потому что взрослеющие дети когда им дают чуть-чуть да а взрослая принять сколько им дать а им и мало всегда сколько не дай им будет не хватать ну хватать будет тогда когда ты растешь сам сам делай ну конечно да не хватает пошел еще сделал отлично конечно конечно поэтому я думаю что мы нащупали вот так в разговоре и ребята своими вопросами тоже помогают потому что мы мы сами вот когда начали этот канал делать мы очень сильно изменились повзрослели я сказал правда да мы начали видеть вещи которые раньше либо не видели либо каким-то боковым зрением там внимание не обращали вот там да 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 там такое место друзья где мы сейчас увидим пока это секрет ну а все все молчим это будет отдельный сюжет уже будет отдельность мы довольно быстро минут за 20 минут за 25 доехали от санта кросс можно можно вот же он смотри да там паркинг там машинки стоят тогда света давай мы закончим разговор о взрослении насладимся просто красотой да пошли за красотой и мы сейчас вам друзья тоже покажем счастливо